Так Хойер – один из ведущих мировых брендов часов и легендарный хронограф Каррера, который повторяет дизайн часов 60-х годов. Друзья, всем привет! С вами Виктор и вы на канале Про Часы. Сегодня смотрим на часы швейцарской марки Так Хойер – легендарный хронограф Каррера, который повторяет дизайн 60-х годов прошлого века. Более того, в этом видео я расскажу, как купить часы Так Хойер максимально выгодно, ведь для моих подписчиков есть специальный бонус. А пока давайте вспомним немного о достижениях компании Так Хойер. История компании насчитывает уже 160 лет и тесно связана с миром спорта и хронометрии. Бренду Так Хойер предшествовала 125-летняя история марки Хойер. В 1860 году в швейцарском городе Сент-Эмье 20-летний Эдуард Хойер открыл часовую мастерскую по производству карманных часов. Через несколько лет компания представит впечатляющее количество патентов. В 1882 году компания запатентовала первый хронограф, который стал символом статуса на разного рода соревнованиях – автомобильных гонках, беговых дорожках, на воде и скачках. А в 1887 году Хойер получил патент на выдающуюся разработку – механизм качающейся шестерни, который позволял при упрощенной конструкции мгновенно запускать и останавливать счетчик при нажатии на толкатель. Эта технология до сих пор применяется в механизмах часов. В 1914 году компания совершила технический прорыв, переместив хронограф из кармана на запястье. Наручный хронограф стал уникальным достижением того времени. 20-е и 30-е годы для компании Хойер прошли в тесном сотрудничестве с автомобильной и авиационной промышленностью. Результатом этой работы стал выпуск в 1933 году 12-часового секундомера для приборной панели Autavia для автомобилей и самолетов, который в дальнейшем станет основой для линейки наручных часов. А в 1935 году компания выпустила хронограф для пилотов самолетов, поздние версии которого позволяли пилоту остановить и перезапустить таймер, не сбрасывая его. Интересно, что часы Хойер были первыми в космосе среди швейцарских мануфактур. Случилось это в 1962 году. А в 1963 году мануфактура выпустила одну из своих знаковых моделей часов – хронограф Каррера. Годом революционных достижений для компании стал 1969. Хойер без широкой огласки работала над сверхсекретным проектом Project 99 в сотрудничестве с Breitling и другими компаниями. Вместе они изобрели первое хронографическое устройство с автоподзаводом. В дальнейшем мануфактура Хойер использовала это изобретение в трех моделях наручных хронографов – Каррера, Autavia и Monaco. На самом деле это лишь малая часть исторических достижений компании. Но сегодня остановимся на этом, ведь как раз на переиздание хронографа Каррера на автоматическом калибре мы сегодня и будем смотреть. Не забывайте подписываться на канал и давайте уже ближе к часам. Поехали! Итак, друзья, давайте познакомимся с часами TechHoyer коллекция Каррера. Начнем, пожалуй, с распаковки. Вот в таких коробках поставляются часы. Естественно, внутри будет еще одна коробочка уже более премиального качества. И внизу у нас есть инструкция к этим часам и гарантийная карта. Давайте посмотрим на инструкцию. Здесь, собственно, довольно много языков. Есть в том числе и русский язык. И с самого начала нас поздравляют с приобретением этих часов. Часов швейцарской компании, основанной в 1860 году. Далее у нас есть информация по характеристикам часов. Здесь установлен калибр Heuer 02. Это мануфактурный калибр с запасом хода до 80 часов. Водонепроницаемость модели 100 метров. Завинчивается заводная головка, кожаный ремешок. Но здесь, собственно, много ссылочек, потому что варианты могут быть разные. И здесь, собственно, есть международная гарантия. Это мы пока убираем. И давайте смотреть уже на сегодняшние часы. Вот в такой коробке. Обратите внимание, на этой модели, на циферблате даже нет приставки так в логотипе. Здесь полностью пытались воссоздать историческую модель. Сейчас мы на нее посмотрим ближе и внимательнее. Сама коробка действительно премиального качества. Здесь никаких не может быть нареканий. Давайте достанем часы и уже с ними познакомимся ближе. По сути, это можно назвать абсолютно классическими часами. Они идут на очень приятном кожаном ремешке. Хорошая застежка. Здесь у нас, конечно же, прозрачная задняя крышка. И это хронограф. То есть, эта модель, это нечто среднее между таким спортивным вызовом и абсолютно классическими часами. Спортивный хронограф, который можно идеально сочетать с костюмом. Давайте смотреть на эти часы ближе и внимательнее. И то, на что в первую очередь хочется обратить внимание, это размер корпуса. Для современных часов Такойер это действительно очень маленькие часы. Давайте померяем их размер. Итак, диаметр корпуса в этих часах составляет 38 мм. Толщина этих часов 14 мм. И если взять от ушка к ушку, 47 мм. На самом деле, очень приятный размер модели. Это будут абсолютно универсальные часы. И будут хорошо смотреться и на мужских запястьях, и даже подойдут для девушек. Корпус этой модели выполнен из нержавеющей стали. Здесь прекрасная зеркальная полировка. Сапфировое стекло. Опять-таки, это хронограф. Вот они, кнопки хронографа. Заводная головка с логотипом Hoyer. Собственно, кожаный ремешок. И прозрачная завинчивающаяся задняя крышка. Давайте начнем с циферблата. Итак, это хронограф. Мы видим дополнительные элементы. Ну, для начала, естественно, часы лучше завести. Подная головка не завинчивается. Это не дайверские часы. Хотя водозащита здесь довольно высокая. Она составляет 100 м в данной модели. И здесь установлен действительно классный калибр. Это современный мануфактурный калибр Так Хойер. Ну, к нему вернемся немножко позже. Итак, по циферблату мы видим здесь накладные метки. Carrera Хойер. Обратите внимание, опять-таки, да, здесь нет приставки Так. То есть, полностью модель, которая повторяет исторический дизайн. Здесь дополнительные счетчики хронографа. И, собственно, малая секунда на позиции 6 часов. Здесь же мы видим надпись Swiss. Что интересно, не SwissMate, а просто Swiss. Если выдвинуть заводную головку, мы можем вращать стрелки этих часов. Давайте это сделаем. Сейчас немножко время переставим. Поставим самое любимое часовщиками время 10-10. Именно в таком формате все часы фотографируют для рекламных обложек. Так, задвигаем и попробуем запустить хронограф. Пошла центральная секундная стрелка. Собственно, как и во всех классических хронографах, центральная секундная стрелка и является стрелкой хронографа. Далее, на позиции 3 часа мы видим накопительный счетчик минут до 30 минут. А слева мы видим уже накопительный счетчик часов. И здесь, собственно, хронограф на 12 часов. Действительно, для кого-то это может оказаться максимально удобным. А учитывая, что, в принципе, марка разрабатывалась и все современные модели, много историй марки перекликается с автоспортом, с автогонками. И там заезды были не только такие быстрые и короткие, а были заезды и на несколько дней. А надпись Carrera нас еще раз отталкивает именно к автогонкам, латиноамериканским гонкам. Там была такая гонка, которая называлась именно Carrera. И к этим автогонкам и были выпущены эти часы. Кстати, та латиноамериканская автогонка Carrera, которая отсылает нас эти часы, и вся, в принципе, линейка Carrera была одной из самых жестоких автогонок, потому что очень многие автомобили разбивались и пилоты этих автомобилей, к сожалению, погибали. Ну а мы пойдем дальше и будем изучать наши часы. Прекрасный ремешок. Ремешок мягкий, ремешок из великолепной кожи. Это у нас аллигатор. Смотрим на застежку. Застежка летает. Здесь, опять-таки, логотип Hoyer. Никаких проблем здесь нет. Конечно, эта матовая полировка оставляет следы, но при этом выглядит достойно, выглядит красиво. Здесь вот так нажатием открывается защелка. Ну и в конце, конечно, покажу, как выглядят эти часы на руке. Ну и давайте перейдем к задней крышке. Здесь есть на что посмотреть. И на мануфактурный калибр Hoyer, да и, в принципе, на ее дизайн. Итак, задняя крышка в этих часах завинчивается. Здесь мы можем прочитать 100 метров водонепроницаемость, Carrera, SwissMate, Limited Edition, собственно, номер часов, и далее идет надпись One of 1860, то есть одни из 1860 экземпляров, которые были выпущены в этом дизайне. А были они выпущены к 160-летию компании Tag Hoyer, что мы, собственно, видим и на черном роторе автоподзавода. Калибр Hoyer 02. Ну что, попробуем детальнее рассмотреть калибр и расскажу немножко про него. Обработка у этого механизма действительно красивая. Мы видим женевские волны, мы видим логотип Hoyer. По периметру я также вижу надпись, но, к сожалению, ее довольно сложно прочитать, как раз из-за ротора автоподзавода, который все перекрывает. Но вот я сейчас увидел, что этот ротор, он же полностью имитирует руль спортивного автомобиля, да? Обратите внимание, то есть вот в таком положении это абсолютно автомобильное рулевое колесо. То есть ротор полностью идет по всему периметру. Он не просто как маятник, он вращается постоянно. И что приятно, вращается очень легко и просто, без каких-либо отставаний, задержек, быстренько, плавно. И опять-таки, это помогает часы заводить на запястье во время носки. Причем, что даже если вы перестанете их носить, положите их на полочку, в тумбочку, то 80 часов еще будет сохраняться завод этих часов. Ну и подробнее о калибре. Пока вы на него будете смотреть, я вам немножко про него расскажу. С 2017 года компания TAC Hoer оснащает свои часы новым мануфактурным калибром Hoer 02. У него был предшественник Hoer 01, но новый калибр получил довольно большое количество изменений. Запас хода нового калибра стал 80 часов. Это на 30 часов больше по сравнению с калибром Hoer 01. Также механизм стал более тонким. Толщина современного калибра теперь 6,95 мм. Калибр получил вертикальную передачу, которая улучшает точность запуска и остановки секундной стрелки, и колонное колесо, которое улучшает функциональность и создает плавный импульс при нажатии кнопок. Частота калибра 28800 полуколебаний в час. Мануфактура улучшила не только функционал, но и дизайн. Механизм Hoer 02 разработан с архитектурой из трех счетчиков, которая также использовалась в первоначальных моделях Hoer Carrera 1960-х годов. По сравнению с Hoer 01 увеличилось расстояние между счетчиками, благодаря чему они стали более разборчивее. Так, калибр получил постоянный секундный счетчик в позиции 6 часов, 12-часовой счетчик хронографа в позиции 9 часов и 30-минутный счетчик хронографа в позиции 3 часа. Калибр состоит из 168 компонентов и полностью изготавливается так Hoer в Швейцарии. Давайте посмотрим вблизи и циферблата этих часов. Красивая обработка циферблата. Мне действительно нравится. Такое впечатление, что он выполнен здесь из стали. Мне нравятся накладные метки. И обратите внимание, здесь есть точки люма. И, собственно, люм есть и на стрелках этих часов. Причем он имеет здесь такой желтоватый оттенок винтажного стиля. И, конечно же, посмотрим, как это все выглядит в темноте. Свечение здесь действительно довольно яркое, но все-таки в первую очередь это классические часы. И им сильно хорошее свечение, наверное, и не нужно. Все-таки это больше часы винтажные. Очень многие выбирают, как раз ищут какие-то винтажные модели, покупают их на вторичном рынке. Но здесь можно приобрести уже полностью современные часы. Часы с гарантией, что действительно важно, с новым мануфактурным калибром, но в таком же стиле, какие они были в 60-х годах. И вот таким образом эти часы смотрятся на моем запястье. У меня рука 17,5 см. И мне очень нравится, как эти часы на руке сидят. Они небольшие, они очень элегантные. И мне нравится, что такая компания, как TechHoyer, которая в основном выпускает довольно крупные часы, сделала такую универсальную небольшую винтажную модель. И эти часы подчеркнут ваш стиль и, пожалуй, статус, ведь они не дешевые. Стоимость этой модели сегодня составляет 450 тысяч рублей. Но для подписчиков моего канала есть очень приятный бонус. Собственно, вы можете приобрести часы TechHoyer со скидкой 5% на механические модели и 10% на кварцевые часы TechHoyer. Как и где это можно сделать, все будет написано в описании, в закрепленном комментарии. Переходите, смотрите. Уточню, что можно их приобрести непосредственно с таким дисконтом в магазине TechHoyer в Санкт-Петербурге. Все, опять-таки, в описании к этому видео. Напишите в комментариях, что вы думаете про эту модель, да и в целом про бренд TechHoyer. Будет интересно почитать. Но если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди будет много интересного. До новых встреч. Пока.